спец диалог 23 продолжает свою работу и сейчас мы чуть-чуть поговорим о том как вновь предметенная компания начинает уже работать в рамках крупной сети в данном сущен холдинге именно эксперт вадим добрый день здрасте ну что ж торговая сеть красный ярд год назад я вас была в гостях и с удовольствием прогулялась по магазинам а как сейчас спустя год после того как вошли в состав x5 групп вы себя ощущаете как все таки уже составляющей такой компании и какие изменились приоритеты коммерческой службы которым вы управляете части задач решений как изменилась полка в красном вступив такой большой компании безусловно какие-то должны быть изменения первое что мы начали интегрироваться по любым коммерческим вопросам в большую семью x5 и ключевой задачей первого этапа это было применение или применение назовем так различных коммерческих условий которые действовали в других форматах x5 форматах красный ярый батон да это получение коммерческих условий условий федерального поставщика не секрет что региональные сети имеют худшие условия относительно федералов поэтому мы конечно за счет этого в группе компании существенно нарастили доходность что без этого нас то радует что касаемо региональных поставщиков осталось следа тоже количество места им на полке или как-то поменялось наоборот вы что-то принесли в x5 ну с точки зрения модели управления все-таки у нас децентрализованная модели в части принять решение по ассортименту никакие полномочия внутри сети не поменялись мы самостоятельно управляем ассортиментом состоять самостоятельно договоримся с поставщиками об условиях и местных поставщиков это никаким образом не могло затронуть и не затронет более того мы еще больше их развивать хотим и стратегии x5 входит развитие коллаборации и партнер с местными поставщиками чему на этой конференции постоянно говорим и это не пустые слова это на самом деле так потому что есть такой запрос и запрос не от сети как таковой а больше запрос от покупателя которому нужен свежий продукт а свежий продукт издалека как это привести очень тяжело свежий продукт он все-таки локализован и запрос и категории товаров которые относятся к этому к категориям фреш да они находятся в росте готовая еда она растет запрос потребителей растет на конечно это надо предлагать покупать если говорить именно про ну скажем так изменение полки да ну можно ли как-то какой-то цифра обозначить что не знаю красном яре там изменилось количество федеральных поставщиков там большую сторону и насколько или нет в большую сторону федеральные поставщики точно не изменились скорее даже не уменьшились нам нужно развивать свежий продукт мы работаем формате магазину дома нам нужно чтобы покупатель к нам ходил каждый день чтобы ходил каждый день у нас должен быть свежий продукт чем у нас будет свежее продукт на полке тем он будет не свежее у нашего конкурента целом по стратегии красный яр остается красный вяром батон остается батону да пока да и мы управляем этим форматом более того с учетом коммерческих условий x5 мы достаточно интересной части бизнеса становится очень привлекательной доходности как потребитель это не отреагировал когда вас купили ну скажем так прошла эта новость вообще заметил ли потребитель с точки зрения того что вы вошли в крупную серию холдинг я подозреваю что не сильно заметил то есть да друзья знакомые покупатели слышали об этой новости но покупатели эта новость никак не затронула по большому счету поэтому мы с этой новостью не связываем изменения которые предлагаем для покупателя поэтому покупатели не знают большая часть я думаю что не знает ничего не это нормально абсолютно мы би ту би семей разговариваем но это просто один из таких моментов что иногда такие новости очень громкие на рынке на нашем рынке да они действительно для того человека который в итоге приобретает отвертый продукт вообще проходят незаметными что касаемо стм сегодня вы оба стм в том числе говорили да один сегодня в том числе выступал и был участником круглого стола о развитии сибири и на дальнем востоке что касаемо стм как сейчас у вас развивается стм вообще это тренд вот как вы его развиваете как и быть не случились ли какие-то изменения после того как в вашем искать да в x5 есть большие возможности в части стм на портфель из тема x5 в разы больше чем у красного яра и доля в обороте которые показывают цифры да на презентации мы таких цифр конечно у себя не имеем перспективы развития стм точно верим это не только дифференциация ради дифференциации мы считаем что стм но в своем формате да в красный яр мы считаем что стм и нужен для того чтобы создавать потребительскую ценность если потребительской ценности в стм нет дополнительной этой ценности нет то это не совсем стм он он не будет играть ту роль которую может играть другая торговая марка тогда это просто торговая марка чтобы стать брендом нужно иметь потребительскую ценность стм должен стремиться не собственную торговую марку а в собственный бренд что касаемо уже в завершении нашего интервью какой вы посыл можете сказать поставщикам которые там рассматривает сотрудничество не если какие-то особые моменты например что к вам прийти начать работать с вами таким образом показать первые продажи для того чтобы там например прийти уже дальнейшем на другие сети из 5 групп если уже такие примеры когда вы открывали каких-то поставщиков даже за последний год даже сейчас на круглом столе как раз эти примеры рассказывают да такие примеры есть мы по одному показали но это не один пример есть примеры когда из слад и приходят поставщики в красный яр когда из красного яра сладу и в пятерочку то есть взаимодействие уже началось мы безусловно обмениваемся базами данных своих поставщиков ну потому что это интеграция мы одна компания точно есть а с точки зрения того как начать работать на напряге это первое не бояться это второе это ключевое и третье наверное нужно поверить что может быть кто-то думал очередной расскажет что это просто слова пустые там и так далее под ним ничего нет но здесь нужно поверить что это не просто слова компания x5 сети и коммерсанты точно приняли эту задачу развития коллаборации с партнерами стм это может быть этому не обязательно и стоим это может быть не стоим любые партнерские проекты они позволяют развиваться ну например я сейчас пример просто простой переводил вот у нас супермаркетах красный яр достаточно большая доля кулинарии собственного производства это наша там целевая категория и так далее да супер нам нужен партнер который будет делать для нас полуфабрикаты которые мы будем в магазине готовить продавать покупать это же не стм нет но это партнерский проект и а и сейчас партнеры такие есть и вкладывают деньги развивают инвестиционные проекты в красноярском конкретно красноярске открывая производство производят для нас полуфабрикат который мы потом как готовый продукт предлагаем прием ну и в завершении уж совсем какое количество магазинов сейчас и какое по вашим планам должно быть следующем году касаемо сети краснояр и батон какие планы краснояр сейчас 63 магазина батон 175 сколько будет до конца года наверное где-то батонов будет 180 185 и еще 15 откроем наверное около 200 хотелось бы батонов иметь в следующем году формат супермаркет у нас сдержанное развитие но надеюсь все таки 12 магазинам и следующем году откроем найдя площадке да но я понимаю что дискаутер сейчас чуть-чуть легче открывается потому что есть такой целевой запрос и ценностные магазины сейчас действительно чуть чуть труднее в один большое спасибо 65 диалог продолжает свою работу обязательно посмотрите круглый стол о том как 5 развивается в сибири и на дальнем востоке я думаю там найдете для себя какие-то идеи и возможности а также читайте те материалы которые мы выпустим по итогам конференции эксперт диалог и